Ну, ребят, 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 нет, видите, у нас сейчас, смотрите, у нас сейчас идет, мы сейчас контрфакцию такую уступаем, что я говорю одно, а вы говорите другое совершенно. Дело в том, что, ну, это все регламентировано законами, ну и, пожалуйста, все, что не запрещено, как говорится, у нас все можно. Если вы реально, ну, как я говорю, я еще раз, я раз десятый уже говорю, при всех, что у меня все документы есть. И если я сказал по какой-то причине не предъявлю, там, или сейчас не могу, это не означает, что сейчас не могу, а через секунду смогу, я требовал от вас выполнения функциональных обязанностей согласно процедуре. Как только вы мне принесли бы на подпись заполненную шапку, хотя бы шапку протокола, либо же постановление, я вам согласно закону о страховании предъявил бы страховой полис. Ну, так как это был только начало этапа нашего, так сказать, разбирательства, я вам имел право не предъявлять этот страховой полис. Нет, я вам поведомил, что будет складный протокол. А поведомить и сквозь его, это совсем две разные вещи. Да, а смотрите, дело в том, что опять-таки же. Протокол складался, 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 вот он только что. Закончили мы склад протокол, начали минут 20 назад, закончили минут 10 назад. То есть у вас ушло всего лишь 10 минут на сотворение протокола. Действите, вы... Но, послушайте, вы начали складывать протокол, начали складывать протокол спустя почти час после моей остановки. Ну, вы же взрослый человек, вы понимаете, что все фиксируется. И на вашу камеру, и на мою камеру. Вы хотели писать кропотание про перенесение дела, правильно? Конечно, да. Або сейчас я пишу по основе, после 26-й, або пишите кропотание про перенесение разговора. В смысле, а на что я буду кропотание писать? Про перенесение разговора вы хотели писать. Максим Николаевич, я на Луну хочу улететь. Пишите! Вы точно будете писать? Точно, я буду писать и звонить уже. Окей. Вызывайте софт. Окей. Я буду на вас 345 писать за превышение служебной полномочии. Пожалуйста, пожалуйста. Пишите 3, хоть в любую статью пишите. Алик? Я не знаю, может... Я реально в Крым все пошел. Если это будет долго, то... Так... Юрий Юрович. Я буду на автобусе только 5-й принесла. В целом случае. Вы сейчас нарушаете мои конституционные права. Вы фальсифицируете документы против меня? Нет, я не фальсифицирую. Но я бы ее внули. Я только что при всех. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек заявляют, что у меня все документы есть, а вы какие-то... Алик, добрый вечер, добрый вечер. Я сейчас... Проблема образовалась с сотрудниками полиции и полиции... Ну что, мы не запрещаем, что у данного права у меня есть документы. Мы просто не предъявим нам на вимогу патрульной полиции. А по улице, что там все обязаны. Наведу, это есть. Просто сейчас я не могу это найти. Ну, сейчас прямо при всех и свидетелях сотрудник полиции. Максим Николаевич, ваш фамилия? Сарахань. Сарахань. С места Чернивцы пытается специфицировать на меня постановление. Ну, с привода 126 степи. Клапа. Моя фамилия Балашов. Еще раз? Первый. Внести тоже ЛСУ Краинке 2. Сейчас уже нет. Приехал хозяин, забрал машину. Они даже после этого пытаются меня какое-то постановление составить. В двух словах, я предъявил все документы, которые требовались подъявить на момент, Сарахан спустя примерно минут 50 после остановки только соизводил начистот заполнять протокол. Максим Николаевич, слушай видео записано. Документы все подъяли протокол и меня составили. А теперь хотят составить на меня постановление. Я утверждаю популярных исследователей, что у меня все документы есть. Удивительные случаи, без пароля можно посмотреть. Сарахан Максим Николаевич. Полиция ищет доказы. Это интересно. Сарахан, жетон номер 0013189. Сарахан Максим Николаевич, ну в таком случае, раз вы не понимаете, ждем естественно оперативный бурновес от заваления. Сарахан Максим Николаевич. Сарахан Максим Николаевич. Я лично воспринимаю это как фактификацию служебных документов. Я вас поздравляю с вашей инструкцией. Это ваша инструкция. Это ваша инструкция, а я живу по законам Украины. Ваши инструкции не постановлены. Мне ваши инструкции вообще не догоняют. Мы еще рис не выносите на месте. Выносите, только что вы будете выносить. Я еще раз говорю, я при всех людях, которые здесь находятся, заявляю, что все документы у меня есть, все на месте. То, что Сарахан Максим Николаевич начал составлять протокол спустя час, после моей остановки, это его личные проблемы. Вы, как сотрудник полиции, подождите, вы мне лично на камеру сказали, что машина может ехать. Кто знал? Мои документы оставились в машине. Мы разумеем, что у вас есть зараз все документы. Но на вымогу, когда он открутил, предъявите. Вы не предъявили полис. Зачем мы из пустого в порожнее, скажите? Зачем мы сейчас из пустого в порожнее переливаем? Есть процедура, есть процедура. Делаем мы процедуру. Что есть? Это не надо спорить. Это есть на видео. Просто, если найду зараз, то найду. Это есть на видео, а БУПП на экране. Есть на видео, что я сказал, что я отказываюсь предъявлять вам страховой полис. Именно в этой интерпретации, да? Ищите в таком случае. Вы сказали, что вы не будете предъявлять. На данный момент не буду, конечно. Мы набраны какие-то вы... Ну не буду, не буду, так и не буду. Принесете мне протокол, буду. Максим Николаевич, вы должны знать процедуру оформления служебной документации лучше, чем я. Я все знаю. Ну так зачем вы тогда мне требовали страховой полис на момент остановки? На момент остановки вам достаточно водительского удостоверения и регистрационного документа. При порушенных правах? Нет, при складании документов службовых. И при ДТП, при оформлении ДТП. Только в этих двух случаях предъявляется страховка. Об этом гласит закон о страховании. Мы информировали протокол, когда вы вымогали. Ну зачем вы врете? Зачем вы врете? Я говорю, вы через 40 минут, примерно 40-50. После моей остановки только спустя это время начали складывать на меня протокол. После того, как приехал второй экипаж. Вы это видели, вы это знаете. Мы... дивися. То, что вы пытаетесь сейчас упереться в свой регистратор, или как он называется, даже не знаю. Но это лично ваши проблемы. Дивися. Это будет очень долго шукать. Хочете ознайомиться? Напишите колокольчик. Я уже жду сок. А, ждете сок? Я уже жду сок. Ну тогда начнем развяз справи по... Ну нет. Ну, почитаем. Начинайте. Я в союз сок. Я хочу вас сейчас услышать. Послушайте... Можете меня задерживать? Я не застался, что не буду затримывать на отломках. Да, послушайте. Я... Подождите... Истин Николаевич, послухайте. Это приказ? Нет, послушайте... Это приказ или просьб? Законно вымога. Законно вымога. Слухайте вас? Законно вымога? Слухате вас! Тел demostель справа. Р pH будет после того, как приедет сок сюда. Нет. Уже AG будет dias справа. Не надо мне сок. Заполняйте шапку такого... По поводу чего? Что значит хотели? Мы сейчас общаемся с вами здесь и сейчас. Доброе. Статя 63. Повпоряжаю про вас. Статя 63 Конституции. Маете право не давать пояснение и показания с приводу подозрений против себя, близких родителей, членов семьи, коллег, как вы изначены законы. Маете право на судовый захист. Маете право давать пояснения, пояснения, знайомитесь с материалами справы. Маете право на перекладача, на правовую допомогу, использоваться родной мовой. И сейчас будет розгляд справок по частине 1 статей 126. Значит, за то, что вы отказались предъявить полис обвязкового страхования цивильно-правовой ответственности. Видите, вы клопотание заявляете какие-то чинения на данный час? Заявляете, чи не заявляете? Вы мне только что зачитали 63 статю. Не, 268. 63 статю зачитали мне? Так. Я буду молчать. Будете молчать. Добре, то делаем постановку. Платить его можно на протяжении 15 дней. В любом отделении банка, если его не сплатить, подвоится, и будет стянута виконавча служба, и оскаржите на протяжении 10 дней. Что вы мне даете? Ознайомтесь, предпочите. Чи вы отмовляетесь? В смысле, вы отмовляетесь? Вы с фальсифицировали? Подписывайте будете или нет? Что означает? Я с вами диалог веду. Я еще раз говорю, я популярно всем заявил, что у меня есть страховка. Что вы написали? Подписываете будете или нет? Сейчас, секундочку, подождите. За копию. Я вас жду два часа, я вас жду два часа, а вы подождете меня тоже немного. Смотрите, Юрий Юрьевич, я еще раз говорю, послушайте меня. Вы будете подписываться? Я буду хвататься писать. Клопотание, да? З какого привода? Юрий Юрьевич. Перенесение справы по месту поживания. Так уже справа, справа уже розглянута. В смысле, я требую юридическую помощь. Вы с самого начала заявили, что вы не будете заявляти клопотанию. Это все документы вместе будем, рано с протоколом. Так останова будет. А кто там сидит? Какая фамилия? Инспектор. Что, не с вами, или что? Да, нет. Да, нет. Видишь, он сидит там, прячет. Знакомое лицо почему-то. Здравствуйте, а как ваше прозвучие? Здравствуйте еще раз. Ну так интересно мне просто. Сказали, что вы из Бойерки, да? Ну то же из КГАИ бывший сотрудник? Да. Ну, как СМГ значит? Ну, что вам, трудно представиться? Ну, я до вас взагалі не звертаюсь. А это без разницы. Стаття 18, пункт 3, там никто не говорит про те. Звертаюсь из КГАИ. Ну, представьтесь, будь ласка. Да. Ви кем будете? З якою метою вы цікавитесь? В каком плане я буду? Я уже есть. З якою метою вы цікавитесь? Ну, мета у меня така, просто так в законе написано. Про національную полицию. Якщо вы не знаете, я могу процитовать. Статтю 18, пункт 3. Он из себя вступки ставит. Ви цікавитесь? Призвернение до особи або особи. А если особа обратится к вам, вы должны представиться. Нужно назвать имя, имя. Так что у вас цікавится? Что у вас цікавится? Моя прозвища? Мы прозвищем Шелковского. Моюр полиции. Шелковского. Хорошо, ну всего питания нет. Ну ничего. Просто запитал, смотрите. Ну, скажут, что вы старый, так сказать, гаишник. Да, много что скажут. Нет? Да, много что скажут. Хай скажут. А у вас что, новое посвящение? Вы новое при этом не в полиции? Незвичайно. А можно побачить? Ну, у вас. Ну, как не может. Ну давайте я так включу, вот. Я включаю на громкости. А чего вы как-то так? Ну тут же ничего такого зазорного немае. Ну ничего. Просто воно как-то выглядит, знаете, бюджетно. Ну я запитал просто, раз. Слушайте. Майор полиции. Желковский Роман Леонидович. Инспектор СДМ. Я не знаю. Знову. Я бачу. Я не говорю. Я вам что-то скажу. Это как-то некрасиво выглядит. Вы слушаете. Ну так знаете. Да я вас до вас не звертаюся. Нельзя, как вы так подходите. Какой-то бесцеремонно. Пожалуйста. С камерой. Камеру в очи мені направляете. Ну давайте, пожалуйста. Я вам скажу чиновник. Я вам скажу чиновник. Слушайте. Я не знаю. Может вам допомога потрясла. Слушайте. Может окно было закрыто. Вы не слышите? Там людина начала сказать, что тут типа на фильтры. То все. Вы больше всего знаете. Потому что вы старый типа гаїчник. Переатиспованный компьютер. Я не знаю, что та людина каже. Так я же зашел и запитал. Это ее особо не подписывал. Что она каже? Ну все. Самое главное, что вона не справилась. Все. Ну все. Ничего ж такого. Дивите. Показали. Ну все. Ну все. Ну чого вы начинаете. Все нормально стояли. Кто-то спілкували. Я вам сказал, что един момент мне не очень понравился. Ну сказали бы. Я убрал бы камеру. Не знаю. Куда вы поехали? Не надо мне в облаку. Без питания. Чего вы начать поедете? А вы спальсифицировали документы и уезжаете? Мы ведьмалились здесь. Что вы сказали? Мы ведьмалились здесь. Я сказал, что разбегался. А куда вы езжете? Мне сказал сейчас оператор, чтобы никто никуда не ехал. А что вы так себя ведете? У нас корона выросла или что? Поехали. А куда вы едете? Закончили оформлять материалы? На работу. В смысле на работу? Я ж тусок. У нас есть служба из Орданя. Вы ж выкликали. Какие мы обязаны выполнять. Все. Вам счастливо. До свидания. Да, до свидания. Ну что здесь его родители.. org надетим Орданой.